В этом видео я покажу и расскажу, что нужно попробовать, если вы едете в Пусан. Как и любой другой город Кореи, Пусан славится своими знаменитыми локальными блюдами, которые известны во всем мире. И сегодня я попробую три блюда, одно из которых будет с морепродуктами, второе это будет острая холодная лапша, ну и третье это, конечно же, густой наваристый суп из свинины. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким, вы на канале Фудкор. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать! А еще, друзья, я нахожусь сейчас в очень интересном месте, это называется Камчон Culture Village, и здесь невероятно красиво и прекрасно. Отличное туристическое место, я советую всем посетить его, если вы будете в Пусане, потому что виды, красоты, в общем, обязательно попробуйте, я уверен, вам понравится. Так, друзья, я переместился на локацию, которая называется Пляж Глан-Али, и сейчас пойду в один очень знаменитый ресторан, где подают классные блюда с морепродуктами. Этот ресторан вы могли часто видеть в обзорах других блогеров, оно часто попадается во всяких там рилсах, шорцах и так далее. Очень классное место с красивым видом на море и с достаточно широким ассортиментом блюд. Собственно, сюда я и пришел, чтобы тоже испробовать эти деликатесы, а именно, пусанские морепродукты. Друзья, вы только посмотрите на вот такое большое разнообразие, нам принесли столько морепродуктов. Кстати говоря, первым делом нам принесли небольшие закусочки, это что-то, я не знаю, как это называется, для разогрева, можно сказать. Здесь пару овощных салатиков и темпура, и непосредственно какие-то тоже морепродукты зажаренные. Здесь это называется твегим. Что касается основных блюд, то мы заказали сотпап. Сегодня, кстати, я не один, сегодня я обедаю с моим другом, который приехал тоже из Хабаровска посмотреть Корею. То, что он заказал, я вам тоже покажу. Также, чтобы не в сухометку, нам принесли еще мисо-суп. И это просто потрясающе. Блин, мне уже не терпится все попробовать. Ну, давайте начнем, наверное, как раз-таки с ассорти морепродуктов. А что касается вас, мои дорогие друзья, то вы тоже можете вместе со мной поесть вкусные традиционные корейские блюда. Например, приготовить вкусный мясной суп чаюк пакэнтон или говяжий суп с редькой дайкон сокоги мугук. Главное, не ошибитесь с выбором рецептов, иначе не ощутите истинный вкус корейских блюд. И чтобы не было таких ошибок, я в своем кулинарном клубе уже выпустил видеоролики по тому, как приготовить данные блюда, используя традиционные рецепты. Кулинарный клуб понравится тем, кто любит корейские блюда и желает научиться готовить вкусное для себя и для всей семьи. Помимо рецептов и онлайн-мастер-классов, в клубе каждый месяц проходят розыгрыш подарков. К примеру, в этом месяце мы будем разыгрывать два ножа для резки мяса. Также у нас есть чат, в котором каждый участник может задать мне вопрос и гарантированно получить на него ответ. Другие участники тоже делятся своими рецептами в этом чате, активно общаются, а также помогают друг другу своими хитростями и лайфхаками в готовке. Есть два тарифа на выбор для вступления в клуб. Первый за 990 рублей в месяц, второй за 490 рублей. В первом случае у вас будет доступ к рецептам и к роликам с мастер-классами, а также полезные советы, кухонные хитрости, чат для общения, возможность участвовать в розыгрышах, аудио-подкасты с ответами на ваши вопросы и прямой эфир на 200 участников. В тарифе за 490 рублей у вас будет доступ к рецептам и к роликам с мастер-классами, а также другие полезные посты, которые помогут вам вкусно готовить корейские блюда. Я уверен, все вы любите вкусно готовить, поэтому приглашаю вас всех в свой кулинарный клуб. Ссылочку с подробностями о клубе, а также с возможностью к нему присоединиться, я оставлю в описании под этим роликом. Жду вас! Как вы можете видеть, здесь у нас осьминог, также есть маринованные ферментированные креветки, здесь также рыбка, красная лосось и непосредственно кеджан. Кеджан это маринованный краб в своевом соусе, считается большим деликатесом в Корее. Я его не в первый раз пробую, но интересно, как он здесь приготовлен, потому что он здесь достаточно светлый и это очень интересно. Из панчанов там принесли маринованный лук, белокочанная капуста, которая замаринована в таком вот розовом цвете, листья ким, чтобы есть с рисом, белое кимчи, оно немножко такое вот остренькое, прям еле-еле красное, может быть вы видите, но оно совсем не острое. Это у нас панчаны свежей редьки мусыньче, а вот это мне интересно, что это такое. С виду выглядит как грибы. Давайте попробуем, что-то меня прям заинтриговало. Это не грибы, это какой-то овощ. Только не могу понять какой. Блин, ну это очень вкусно. Ну и как я говорил, вот здесь вот для разогрева нам принесли твегим, салатик вместе с помидорками. Здесь у нас брокколи тоже майонезом, ну, кстати, с изюмом. Очень интересно. А здесь у нас что? Наверняка какой-то морепродукт. Выглядит это вот так. Так, тоже надо попробовать. Ммм, это кальмар. Кальмар зажаренный в кляре и с каким-то кисло-сладким соусом. Блин, потрясающе. Мне очень нравится. Пока мне очень нравится. Вы знаете, я не особо люблю морепродукты, но это все так выглядит дорого, богато и интересно. Здесь ценник выше среднего, но почти везде в Корее именно морепродукты и свежая рыба, здесь она называется хе. Почти везде такая еда дороже, чем если вы закажете, допустим, мясо. Я заказал 600 паб с морскими ушками и здесь это по факту рис, который жарится определенным образом. В данном случае вот у меня ушки. Мой друг заказал себе с ребрами кальби, с виными. Ну и что-то какие-то здесь вот лучок смотрю, морской виноград. Блин, все это аппетитно так выглядит. Давайте есть. А вот, собственно, мой друг Дима его зовут. Он профессиональный фотограф. И вот он заказал себе миско. Ну дай-ка я у тебя попробую, да? Ты же не против? Конечно. Готовятся они таким образом, что вот это вот мясо, оно маринуется 5 дней, а уже потом жарится. Отличное кальби. В меру солененькое, в меру сладенькое. Очень вкусное. Отличный баланс вкуса. Тебе нравится? Диме очень нравится. Я и не сомневался. Так, ну что, давайте попробуем сразу самого главного и большого морского гада. Видите, какой осьминог. Приносит вот такую большую щупальцу. За раз ты ее не съешь, поэтому дают специальные ножницы, а еще щипцы, чтобы ты мог это порционно нарезать. Вот так это выглядит. Берете щипцы, берете ножницы и нарезаете на вот такие вот порционные кусочки. Вообще, на самом деле, здесь еще приносят инструкцию, как есть. Она выглядит вот таким вот образом. Обратите внимание. Я думаю, нам это не пригодится, но я вам покажу, что здесь внутри. Продолжим нарезать нашего осьминога. Все, осьминог нарезан. А вот это, друзья, это соус. Здесь обратите внимание, сырой желток, икра, кунжутные семечки и зеленый лучок. Больше ничего нет. Ну, естественно, это вот так надо все перемешать. А потом макать морепродукты в этот соус. Что нужно сделать? Здесь написано, что нужно взять вот этот вот лист ким, положить сюда какие-нибудь морепродукты и уже потом добавить соус. Либо макнуть их в морепродукты, завернуть и есть. Ну, давайте попробуем. Давайте прям начнем с осьминога. Беру вот такую вот красивую щупальцу, макаю это в соус, кладу сюда еще немножко соуса. Давайте положим какой-нибудь панчан. Мне вот эта штука очень понравилась. Отличное сочетание. А еще написано, что этот соус больше подходит для маринованного краба. Мы сейчас до него доберемся. Ну, блин, ребята, это потрясающе. Самое главное, что осьминог приготовлен как нужно. Он очень нежный, он не жесткий, он не переваренный. Короче, рекомендую. Очень-очень вкусно. Друзья, вот этот вот панчан это, короче, маринованная рыба. И многие из вас знают это блюдо как панчани. У нас в России, в странах СНГ, корейцы называют панчани. Только маринуют непосредственно еще с добавлением вот этой вот редьки. Но по вкусу это прям, прям то, что вот, то, что обычно едят у нас. Итак, первое впечатление у меня строго положительное. Давайте попробуем морское ушко. Они, кстати говоря, водятся не везде. Выглядит это вот так. Они водятся, насколько я знаю, вот как раз таки в Восточном море. Вы его знаете, как японское. Их можно выводить у берегов Австралии, Новой Зеландии. Насколько я знаю, вроде как у берегов России такое не ловится. Но здесь это считается деликатесом. По вкусу очень похоже на кальмар, но только более нежный. Мне нравится. Я, кстати, из морепродуктов как раз таки больше всего люблю креветки и кальмары. Но еще гребешок мне нравится. Но не весь, вот только нравится вот сам гребешок. Мантия мне не очень. Это очень вкусно. Какой тут рис интересен на вкус. Рис жареный с добавлением своего соуса, устричного соуса. Сдается мне, добавляли еще бульон из морепродуктов. А вот у Димы, кстати говоря, там свинина и просто белый рис. Нет такой-то, знаете, изюминки. А вот у меня в рисе есть. Крутой? Я очень крутой. Смотрите, кстати, как блестит и светится ракушка от морского ушка. Блин, вообще очень красиво. Надо как сувенир забрать. Да, можно как сувенир ее забрать. Тут еще лежит морской виноград. Очень популярный, кстати, панчон. Очень вкусный. Они не добавляют здесь очень много уксуса. Вкус отлично гармонирует с вот этим рисом. Очень классно. А еще у нас вот здесь вот в наборе есть морское ушко. Оно ферментированное, то есть маринованное, поэтому мы сейчас его разделим по полу, попробуем. Вообще весь этот набор это маринованные, ферментированные морепродукты. Сейчас Дима разрежет вот эту морскую ушко. Давай, Дим. Все снимаешь? Да. Делай это аккуратно. Делай это ровно, пополам. Можно мне побольше, у тебя это два. Ты отлично справился. Ну, интересно попробовать теперь. Правильно поменьше тебе. А, да? Ну, давайте уже доберемся до вот этого твиги. Это нам принесли, напоминаем, в качестве разогрева. То есть, пока вы ждете основное блюдо, вам еще приносят вот такую вот тарелку с, не знаю, с разогревочным блюдом. Я не знаю, просто как это называть. В английском языке это называется аппитайзер. Ну, наверное, вот так и будем это называть. Я думал, это рыба, и это оказалось когума. Когума это батат. Очень вкусно. Зажарен во фритюре, вот в таком вот кляре. Он аж блестит, такой желтый, красивый. Ммм. Мы не стали раньше времени есть. Мы решили дождаться, когда нам принесут полный стол еды, чтобы это красиво вам всем показать. Ну, вот если с этого начинать, это действительно хороший аппитайзер. Я думаю, с этого аппетит разыграется. Будь здоров. А еще здесь есть вот такие вот маринованные креветки. Очень вкусно. Креветки небольшие. Они, знаете, маринуются, наверное, в том же соусе, что и кеджан. Потому что по вкусу очень похоже. Но при этом нет вот этой излишней солености. По крайней мере, я то, что ел, обычно это излишне солено. Теперь пробуем вот это ферментированное морское ушко. Оно даже вкуснее, чем вареное. Мне очень нравится. Мне намного больше нравится, чем вареное. Блин, мы хороший набор с тобой заказали. Так, что я еще не попробовал? Панчан из лука еще не попробовал. Рыбковатый. Сладкий лучок. Надо вам сделать рецепт этого лука. Он делается легко и быстро. Красная рыбка, лосось. Она маринованная. Здесь больше любят есть свежую, сырую рыбу. И здесь это называется хе. Да, друзья, настоящее хе это не то, что готовят у нас. В Корее хе называется сырая рыба, которая порезана на такие порционные кусочки, которые едят макая в соус. Но здесь рыба не сырая, здесь она все-таки тоже маринуется в этом соусе. Но вообще, знайте, что хе в Корее это... Ну, короче, в японской кухне это называется сашими, в корейской кухне это называется хе. У нас хе, оно другое, оно маринуется в уксусе. В общем, рыба. Я вообще рыбу люблю, именно красную. Блин, потрясающе. Иногда хочется вот пойти и купить себе набор хе и съесть вместе с рисом. Давайте попробуем супчик. Простой рис очень вкусный. Даже твой простой рис? Простой рис для Дмитрия. Спасибо. Обычный мисо, но в прикуску к этому вообще потрясающе. Помидорки в каком-то майонезном соусе. Тут явно не просто майонез. Знаете, ощущение, что взяли яблоко, перетерли его на мелкой терке, добавили майонез и получилось что-то очень интересное. Мне нравится. Но удивление сочетается хорошо. Вместе с этой дополнительной сладостью помидоров вот с тем кальмарчиком было бы вообще прям прекрасно. Хочу попробовать рыбку вот эту маринованную красную вместе вот с этим соусом, который из желтка. Прекрасно. Друзья, знаете, почему это называется сотпап? Потому что вот этого штука это называется сотпот, а пап это рис. И получился из двух слов сотпап. Это, естественно, надо перемешать, так же, как и какой-нибудь пибимпап. И уже после этого есть. Ой, смотрите, корейцы очень любят, когда рис снизу подгорает. И вот смотрите, какая здесь корочка. Это на самом деле очень вкусно, когда вы едите и начинаете хрустеть вот этой вот корочкой от риса. Здесь, кстати, даже продаются снеки в виде жареного, зажаренных, так скажем, зажаренного риса с каким-нибудь там соусом либо с кимчи. В общем, это вкусно. Атмосфера в этом заведении, кстати, прекрасная. Такая умиротворяющая, человая. А еще здесь очень красивый вид из окна. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот вид из окна, друзья. Видно мост, море, пляж. Ай, красота. Да, Дим? Великолепно, пресс. Ну что, пришла пора попробовать маринованного краба кеджан. Если вы смотрите мой канал давно, то наверняка уже видели, что в одном из выпусков про уличную еду на корейском рынке я уже пробовал кеджан. Он стоит, кстати, очень дорого. Обычно один такой крабик стоит там в районе 20 тысяч вон. Это 1390 рублей. А здесь приносят чуть поменьше, но в составе вот этих вот закусок это стоит 25 тысяч вон. То есть за 25 тысяч вон вам приносят и краба, и осьминога, и креветки, и рыба. В общем, очень выгодно. Если судить по остальным морепродуктам из этого набора, они очень нежно, так скажем, заферментированы. То есть здесь нет большого обилия соевого соуса, соли. Давайте попробуем, потому что прошлый раз мне не понравилось. Я был прав. Здесь они замаринованы намного приятнее. Свежий краб мне нравится больше. Это вкусно, это прикольно, это здешний деликатес, но, на мой взгляд, краб проигрывает и осьминогу, и креветкам, и рыбе, поэтому, не знаю, вот именно вот этот киджан. Не знаю, друзья, короче, все-таки есть специфические блюда в разных культурах. Мне, например, не совсем понятно, почему это любят. Ну, здесь еще накладывается то, что я не люблю морепродукты, но я знаю, что это блюдо не для каждого. Будете в Корее, вы, конечно, обязательно попробуйте ради интереса. Сразу предупреждаю, что не факт, что он вам понравится. Вот Дима будет сейчас пробовать впервые, и тебе, кстати, повезло, что ты пробуешь в меру, так скажем, замаринованный. Да, я сейчас все равно. Руками? Ну, давай. Ну что, как твое впечатление? Это вернуть можно? Нет. Не-не-не, вот этот вот ушко, вот это вот всякое, осьминожек, креветочка, это топ. Это просто топ. Ну, вот это, это на любителя какого-то. Ну, точно не для тебя. Нет, не для меня. И я уверен, не для большинства, сто процентов. Самое забавное, что по вкусу ощущается, что этот краб мариновался так же, как и остальные морепродукты в этом наборе. Но почему-то нам он с Димой не заходит от слова совсем. Поэтому дважды подумайте, стоит ли тратить 20 тысяч вон ради этого, на этот деликатес. Если говорить более понятным языком, здесь просто даже краба не чувствуется. Дима правильно сказал, что есть ощущение, что вы едите какую-то просто соленую рыбу. Мягкую рыбу. Мягкую, да. Сырой, замаринованной рыбы. Она более нежная по текстуре в итоге получается. Я имею в виду краб, мясо краба. Но от вкуса краба, вот за то, что мы любим краб, здесь ничего практически не остается. И из-за этого грустно, и поэтому у нас такие вот не очень впечатления. Друзья, знаете, что особенно прекрасно, что за весь этот стол с кучей морепродуктов мы заплатили всего лишь 61 тысячу вон. Чтобы вы понимали, это 4200 рублей. Ну, грубо говоря, по 200 с человека. Я вот много раз был в Владивостоке, и, ну, это просто город, который я могу сравнить с Пусаном. И я даже не знаю, где там есть такой ресторан, в котором мы закажем столько морепродуктов и поедим всего лишь на 200 с человека. Ты знаешь такой ресторан? Вот и я не знаю. Короче, это отличный ресторан. Здесь очень классно. Здесь чувствуется классная атмосфера. Здесь чувствуется, вы знаете, как говорится, дорого-богато. Здесь есть интерьер красивый и так далее. Но по деньгам, ну, по ценам здесь очень даже приятно. И мне это очень тут нравится. Итак, друзья, настал вечер. мы уже проголодались. Морепродукты имеют такое хорошее свойство быстро перевариваться и усваиваться. Поэтому сейчас мы идем пробовать следующее блюдо. Ну, как пробовать? Я его уже ел, а у Дмитрия ни разу, поэтому сегодня он попробует знаменитый пусанский суп кук-пап. И мы все вам это покажем и расскажем. москва. 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 он не поел, Дима? А контент, контент кто будет делать? Согласен. Итак, нам принесли суп. Он прекрасен, пахнет невероятно. Здесь очень много мяса, просто огромное количество. У Димы модем кук-пап, здесь несколько видов мяса и еще есть кровяная колбаса. у меня классический кук-пап, но тем не менее у Димы должно быть даже вкуснее. Нам принесли несколько панчанов, непосредственно коктуги, также мы взяли отдельно кимчи, здесь есть стойка, где вы можете набирать сами, сколько вам хочется, там есть вот такой вот соус. Обратите внимание, что вот эти вот ферментированные креветки добавляют суп для того, чтобы повысить соленость. Здесь нам принесли соевый соус с небольшим количеством васаби, если вдруг мы захотим мясо макнуть и поесть его отдельно. Конечно же зелень, перчик, лук, ну и паста с самджан, в которую мы как раз будем макать либо репчатый лук, либо перец, либо чесночок. И первым делом я конечно же в суп положу зелень, здесь достаточно много зеленого лука, мелко нарезанная соломка, пекинская капуста, все это хорошо перемешиваем. Очень вкусно. Ну кстати, я добавлю креветочек немножко. Дима сидит в шоке, он только сейчас понял, для чего вот эти креветки нужны на столе. И он вообще в шоке, что это креветки. Друзья, суп кук-пап образован от двух слов. Кук это суп и пап это рис. И обычно его подают таким образом. Сначала на дно кладется рис, а уже потом сверху заливается суп. Так традиционно его подавали. Но в данном заведении, у которого достаточно высокая оценка в местных Яндекс картах, они называются здесь какао мап, здесь подают отдельно рис. Непосредственно вот в таких вот железных тарелочках. Сделано это так специально, чтобы супа было больше. Типа такая знаете более честная подача. И мне это кстати больше нравится. Потому что заведение когда я ел кук паб в классическом варианте мне все время суп быстрее заканчивался и мне это не особо нравилось. А здесь у меня наоборот рис быстрее заканчивается. Тут много у меня мяса всякого. Во-во-во-во. Дима очень рад, что взял себе кук паб с мясным ассорти. Это называется модем кук паб. А еще нам принесли лапшу. Ее можно положить в суп. Я собственно так и сделаю. Может тоже закажем сейчас? Две. Две? Да. Мне нравится твой настрой. Что делал? Суджу ханач саю? Данга. Чамисуль? Чамисуль. Окей. Санда. Здесь соджи даже дешевый. 4,500. Обычно в заведениях 5, ну там 5, 6, здесь 4,500. Я теперь понимаю, почему у этого заведения высокая оценка. А, консанда. Давай так, мы начнем с одной, а уже потом закажем, если что, еще одну. Наливай. Давай я сниму, как ты вот это делаешь. А я сам сниму. Уа! Ай-яй-яй-яй-яй. Как там говорится, мастерство не пропьешь, да? Давай, твое здоровье. И ваше здоровье тоже, ребят. А соджи сладкий, да? Угу. Сладкий имеется в виду, легко идет. Так-то соджи не сладкий. Настоящий соджи не сладкий. Ой, обратите внимание, какие здесь милые рюмки. У меня без сердечка, я хочу сердечка. А, у тебя обычная, да? Да. А у меня вот, смотрите, какая милая. Ты что, блин, все кактуги съел, что ли, уже? Так это, они вкуснее, кимчи, конечно. Сейчас пойдешь вон за следующей добавкой. Давай, я пошел. Во, другое дело. Друзья, словами не передать, насколько вкусный этот суп. Дело в том, что его готовят достаточно сложно. Берется несколько видов костей, в особенности позвоночных костей, а также берутся еще свиные головы. И это очень долго вываривается, порядка 6-10 часов, и суп получается очень наваристый, получается очень плотный бульон, и он, как правило, такого, знаете, становится бежевого, белого цвета, очень красивый и очень вкусный. И благодаря этому он очень богат коллагеном. Этот суп не просто вкусный, он еще и полезный. Его здесь любит не только молодежь, но и как раз-таки взрослые, в общем, скажем так, мужчины и женщины в возрасте. Так что будете в Пусане, ну, либо вообще в Корее, потому что кукпаб можно есть не только в Пусане, он есть и в Сеуле, и в других городах. Просто считается, что в Пусане он именно самый правильный, самый настоящий и самый вкусный. Ты не завидуй, мои курочки. Сказал про полезность, полезные свойства кукпаба и налил соджу. Ну, давай за это и выпьем. О, наша постоянная рубрика. Давайте проверим, насколько острый вот этот перчик. Потому что в прошлом видео он оказался очень острый, я думаю, он не острый. Как я и говорил, этот перец обычно не острый. О, и он не острый, но он очень пряный, очень вкусный, но вообще не острый. Насколько я сильно не переношу острое, для меня этот перец вообще, он как с грядки сладкий перец сорвать и покушать. Ну, вообще. Я тебя, короче, отведу в одно место, там безлимитное мясо и там полно этого перца. Я рекомендую тебе сразу... Ну, я как понимаю, он там острый. Не, не, ни в коем случае, не переживай. Он там совсем не острый. Здесь в качестве закуски еще принесли свежий нарезанный репчатый лук, который надо макать в самджан. Знаете, я с детства люблю репчатый лук, потому что как раз-таки с детства я его ем именно так. У нас не было самджана, но у нас был тяй, и я вот так обычно ел. Я любил в тяе макать огурцы, репчатый лук, чеснок. Также я любил есть с ними там сладкий перец. В общем, с тяем все заходило. Я не понимаю, как можно не любить репчатый лук, но я знаю, что очень много таких людей. Я, конечно, не буду вам рекомендовать пробовать открыть для себя репчатый лук с новой стороны. Вряд ли он вам понравится благодаря этой пасте. Но те, кто любят репчатый лук, обязательно попробуйте его с самджаном. Вот так вот просто, знаете, к шашлычку нарезать там или, не знаю, к самгюпсалю, просто там борщ идите, вот так же нарежьте, поставьте самджан, репчатый лук и кушайте. Это очень вкусно. Вкусно, Дим? Даже чеснок. Даже чеснок. Суп достаточно сильно брызгает. Я думаю, нам нужны фартуки. Знаете, что по-корейски фартук называется апчима? Апчима это дословно переводится передняя юбка. Я думаю, надо все-таки надеть эти фартуки, потому что иначе я буду весь в этом супе. Давай мою переднюю юбку, а тебе очень идет. Все. Дима уже половину супа съел, а я все еще на начальной стадии. Снимаю контент, ребята, для вас. Из-за этого отстаю. Я когда первый раз попробовал кукпап, я сказал, боже, это один из лучших супов в моей жизни. И это правда. Ни один ресторан в России, где бы я не пробовал корейскую кухню, вот эти вот супы, которые с андаком, как везде продают, это лучший суп, который я пробовал. А потому что в России как раз-таки кукпап не продают. Просто сложно готовить. А здесь заведение специализируется чисто на таком супе, как кукпап. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть видов этого супа. И, собственно, поэтому здесь его готовят как надо. Мы потом с тобой приедем в Сеул. Я знаю одно место популярное, там тоже кукпап продают. Вот, запомни вкус здесь. Сравним. Да, сравнишь, какой кукпап в Сеуле. И я, кстати, об этом напишу в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, ссылочка будет в описании к этому видео. Там я выкладываю еще много всякого дополнительного контента, который не входит обычно в эти ролики. Ну и, в принципе, я там много чего рассказываю о Корее, о еде и, собственно, о том, как здесь живут люди, что делают и всякие интересные места классные показывают в том числе. Поэтому подписывайся. Дима, ё-моё, ты съел уже вторую тарелку коктуги. Я съел только три штучки. Я думаю, как мы выкатываться отсюда будем вообще. Ну, пойду еще возьму, подожди. Итак, это уже третья тарелка коктуги. В прошлый раз она была точно такой же. И ты ее всю съел. У тебя будет передозировка редькой. Мне кажется, этому не бывает. Тарелка номер три. Поехали. Суджо и корейская кухня прекрасное сочетание. Вы посмотрите на него, что он творит. побольше кусочек вот этот из соуса вот так. Во-первых, третья третья тарелка. Бульончик сюда еще вот так. Во-первых, третья тарелка с коктуги заканчивается. Чего ты жалуешься? Мне кажется, тебе можно было суп не заказывать, просто навалить коктуги, взять рис и вот так кушать. Мне кажется, надо с собой попросить. Так вот не работает. Вы иногда меня спрашиваете, а можно ли не платить за мясо, а просто прийти бесплатно панчанов поесть. Нет, друзья, в этом-то и суть, что вы платите за главное блюдо, а все остальные закуски сопутствующие, они бесплатно идут. так что не наглейте, не наглейте, друзья. Не наглейте, Дима. Но можешь четвертую тарелку коктуги себе набрать. Я иду. Самое обидное, что скоро я уеду домой, буду сидеть дома, увижу, что вышел твой выпуск, буду смотреть вот это вот все и буду просто ностальгировать и мечтать об этом супе. И, конечно же, о этой волшебной редьке. У меня есть рецепт на канале, так что можешь приготовить дома. Ну, кстати, вот хорошая идея, да. Первый рецепт будет, который я сделаю по твоему рецепту. Друзья, забыл вам рассказать о кимчи. Сегодня у нас фаворитов коктуги, но кимчи здесь тоже очень вкусное. Оно выглядит классно, оно на вкус классное, заферментировано как следует. Кимчи здесь везде по умолчанию отличное. Оно отличается друг от друга, я имею в виду в разных заведениях его готовят по-разному, везде тут есть какие-то свои хитрости во время приготовления. Но я вам скажу одно, если вы приготовите кимчи по моему рецепту, оно будет точь-в-точь, как в Южной Корее. Поэтому, если вы и сомневаетесь или еще по какой-то причине этого не сделали, обязательно приготовьте. Даже по упрощенному рецепту вкус максимально близок к тому кимчи, которое подается в Южной Корее. Но к этому супу лучше подходят коктуги. У меня дома стоит 3-х литровый контейнер свежеприготовленных коктуги. Скоро ты придешь ко мне на день рождения, который будет уже на этой неделе. Я тебе отдельную тарелку навалю. Может, ничего больше не готовить тогда. Итак, друзья, я почти доел, у меня осталось совсем немножко, и я вам сейчас покажу один лайфхак. Если у вас есть вот такие вот горшочки тукпеги, на дне немного супа, можно сделать вот так. Оп. И все. И теперь вам не надо постоянно наклонять тарелку, точнее, вот этот горшочек. Просто вот так поставили. Вот, обратите внимание. И все, и доедайте спокойно свой суп. Классный, да, лайфхак? Было очень вкусно. Осталось попробовать мельмен. Но я это уже сделаю завтра утром. Потому что сегодня в меня уже ничто не влезет. Мельмен это традиционно холодная лапша с острым соусом, которая, в отличие от известного ненмена, делается из пшеничной лапши. И сейчас мы направляемся в одно интересное место, которое специализируется чисто на мельмене. И если верить отзывам в местном сервисе, то там очень вкусная лапша. Поэтому давайте проверим. Но есть на самом деле общие черты у ненмена и мельмена. Это то, что вам приносят вот такие вот ножницы. И первое, что вам нужно сделать, это несколько раз разрезать лапшу, чтобы потом ее было проще есть. Обратите внимание, здесь прям ледяная стружка. Теперь мы берем ножницы и вот так вот оп, оп, оп. Размешайте. Дима, ты что, жопорук? Нет, кофе надо выпить. Сплю еще. Теперь это все нужно хорошо перемешать, прям досконально. ледяная стружка. А ее там немало. Да, очень много. Все, после того, как хорошо размешали, вот теперь можно есть. по привычке дуешь, да? Ммм. Знаете, есть очень похожее блюдо, называется пибим мюн, или пибим куксу. Похоже именно по вкусу самого соуса, но здесь важное отличие в том, что здесь холодный бульон, еще и вместе со льдом, поэтому это все-таки считается другим блюдом. Дима, кстати, сейчас очень верно подметил, что есть такое ощущение, что ты ешь мороженое из лапши или мороженое с лапшой. Действительно, есть такое ощущение. Но если вам холодно, нам принесли вот такой вот горячий бульон. Да, очень вкусный, он, как правило, говяжий. Ах, да. Говяжий, который используется для приготовления таких супов, как комтан и саунтан. Очень вкусно. Недавно я выкладывал шортс, в котором готовил пибим куксу, и некоторые ребята писали, что а зачем такое прям сильно вкрутую сваренное яйцо. Друзья, ну вот в нэнмён и в мельмён всегда кладут вот такое яйцо. То есть именно не в смятку приготовленное, а именно вкрутую. Кстати говоря, если вы едите с близким другом, либо с девушкой, я имею в виду мельмён, либо нэнмён, и если вы хотите показать, что вы проявляете заботу, то вы можете это яичко отдать своему другу либо там девушке. И таким образом она оценит, ну или друг оценит такой жест. Почему ты мне не отдал? Потому что я сам хотел яйцо. Зачем мне тебе жест какой-то оказывать? Ешь пельмень. Ей, кстати, тоже похожий жест, так скажем, доброй воли. Это когда вы едите курочку, и если вы хотите выразить респект, либо сделать, вот как я говорю, добрый жест, вы отдаёте ножку. Обычно вам приносят жареную курицу, и там всего две ножки. Если вы хотите выразить респект, уважение, и так далее, вы эти две ножки отдаёте своему другу, ну, либо там подруге, неважно, начальнику. Имейте в виду, будь в Корее, можете вот так вот проявить, так скажем, внимание. Как тебе холодная вапша? Необычная вапша. Вкусный бульон, заправка вот эта. Во-во-во. Она, в меру, острая. Даже чуть-чуть, я бы сказал, как будто будет какой-то томат ощущаться или что-то. Это качудян. Персовая паста корейская. Мне нравится. Необычно. Но каждый день я бы такой не ел. Нам повезло, что сегодня вылезло солнце и достаточно тепло на улице. Но я тебе так скажу, они едят её и зимой. В минус 15 нормальное явление. Увидеть, как корейцы сидят в кафе, едят мельмён. А потом идут в кофейню и пьют ледяной кофе. Я этого никогда не пойму. Это очень странное, не знаю, там, вкусовое предпочтение. Но так или иначе, здешние люди именно вот так едят. Я обратил внимание, что в каждой кофейне, когда ты берёшь кофе, у тебя спрашивают, холодный или горячий. А заметил, что ещё горячий всегда стоит дешевле. Да. Кстати, будто лёд дорогой. Вот такие дела. Вот то, что я сейчас рассказывал, за соседним столом сидит большая компания, судя по всему, работников какой-то местной фирмы. И только что их самый старший отдал яйцо одному из подчинённых. Вот. Это, типа, проявление заботы. Я по привычке дую и дую. Как будто горячая. По привычке дуешь на лапшу холодную. Кстати говоря, интересный факт. Мельмён очень любят есть с жареным мясом. То есть, когда вы приходите в какой-нибудь щектан, где стоит жаровня, и вы заказываете себе сам гепсаль, часто заказывают ещё как дополнительное блюдо мельмён. И это отличное сочетание. Поэтому рекомендую. Обязательно попробуйте. Чё-то мясо захотелось, да? Сытное блюдо, да? На самом деле, действительно, очень большая порция и очень сытная. Ну, я думаю, да, я наелся. У меня ещё тут полно бульона и ещё где-то, наверное, четверть лапши осталось, но я чувствую, что уже наелся. Знаешь, как пельменин тут называется в Корее? Манду. Мои подписчики всё время шутят. Ой, Денис ни одну манду не пропускает. Кстати, тоже интересный факт. Обычно к мельмёну не приносят пончаны, потому что это и так освежающее блюдо. Из пончанов нам принесли только маринованную редьку и соус, и то я подозреваю это, ну, не подозреваю, я понимаю, что это из-за того, что мы заказали ещё пельмени. Но, если честно, я даже не знаю, куда бы тут влезло ещё, допустим, кимчи, либо твоя любимая редька, коктурия, 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 коктурия. Очень плотно, да? Вот такой вот, мельмён. Я обязательно сделаю рецепт на канале, сразу двух видов холодной лапши, дождёмся, когда настанет лето, и я покажу, как готовить нэнмён и как готовить мельмён. Друзья, вот и закончилось моё путешествие в Пусан, как вы видите, я уже нахожусь в Сеуле, и давайте подведём краткие итоги, если говорить совсем уж кратко, было всё очень вкусно, было классно, мне понравилось, но это если прям очень кратко. А вообще, давайте составим небольшой топ, что мне понравилось больше всего и что я вам рекомендую попробовать в первую очередь. И первое место это Твэджи Кук Пап. Да, друзья, я очень люблю супы, я думаю, вы тоже их очень любите, и он действительно очень классный. Я много раз пробовал Твэджи Кук Пап в Сеуле, и в Пусане он действительно как будто другой, как будто бы он вкуснее, но его попробуйте, слюбуйте в Пусане. Второе место это, конечно же, морепродукты, так называемый Химальджан, который мы пробовали в знаменитом ресторане Пусана. Я уже не в первый раз пробую морепродукты в Корее, здесь они в изобилии, но я в этот раз ел именно ферментированные морепродукты. Я, кстати, не уверен, возможно, мне понравился больше ресторан, то, какая там была атмосфера, интерьер, какой был классный вид на море. Я, кстати, все адреса всех заведений, в которых было, оставлю в описании под роликом. Вы обязаны попробовать морепродукты, как минимум потому, что Пусан это приморский город. И третье место это холодная лапша Мельмён. Я скажу честно, я небольшой поклонник холодной еды, именно поэтому эта лапша находится на последнем, третьем месте. Но, из-за того, что это локальное знаменитое пусанское блюдо, там очень много ресторанов, которые специализируются чисто на Мельмёне, и он там бывает разных видов, поэтому обязательно попробуйте. Как минимум, это очень интересный опыт. Что касается меня, то я больше предпочитаю есть такую лапшу, как принято, в принципе, здесь в Корее. То есть, если вы заказываете жареное мясо, то к нему отлично подойдет Мельмён. Ну и, конечно же, Соджу. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну, а я напоминаю, что с вами был Денис Ким, я был в городе Пусан. Спасибо за просмотр, ну и всем пока!